До нового года считанные дни самое время подвести итоги уходящего 2019-го, а заодно и помочь хозяйкам в выборе свежих и вкусных продуктов к праздничному столу. Мы решили отправиться на рынок привоз, где еще найти свое местное, да еще напрямую от производителей. Безусловно, все о том, как развивается сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность области, знает региональный министр сельского хозяйства. Здравствуйте, Алексей Степанович. Здравствуйте, Татьяна. С какими итогами заканчивает этот год агрария? Год выдался, можно сказать, успешный. В текущем году в растеневодстве у нас достойные результаты. Собрано более 2 миллионов тонн зерна. Это второй раз за три года, третий раз в истории региона. Собрано рекордный для нас урожай рапса, более 150 тысяч тонн. Мы сохраняем ведущие позиции в стране по данной культуре. По картофелю собрано 590 тысяч тонн. Это второй результат в стране. Собран достойный результат овощей в текущем году. Как обстоят дела у животноводов? В животноводческом направлении в текущем году у нас сохраняется положительная динамика в основных объемах производства. Это молоко, мясо, яйцо. Кроме этого, в текущем году у нас завершается проект компании, тульская мясная компания для производства свинины, что позволит на следующий год нам существенно увеличить объем производства данного мяса. В настоящее время в Тульской области реализуется просто громадное количество инвестиционных проектов. Какие бы вы хотели отметить? Прежде всего хотел бы отметить, что регион является инвестиционно привлекательным в целом и в том числе в агропромышленном комплексе, о чем свидетельствует то количество инвестсоглашений, которые мы подписываем в последнее время на различных форумах и выставках. За 2016-2019 год мы подписали порядка 39 соглашений на сумму более 100 миллиардов рублей. Проект компании, тульская мясная компания, я уже отметил, он близок к завершению. В следующем году мы ожидаем завершения ряда крупных проектов. Это проекты по хранению и переработке овощей, это проекты по овцам, уникальный для нас проект. Ну и еще ряд проектов, которые мы ожидаем, будут завершены в следующем году. Ну то есть в 2020 году какие проекты будут завершены, может быть опять начнутся? В январе ожидаем запуск первой очереди тепличного комплекса «Тульский», порядка 80 гектаров в Щекинском районе. Это проект овцеводческий в Теплогаревском районе, запуск первой очереди фермы. Мы ожидаем в Плавском районе запуск крупного комплекса по хранению и переработке овощей. Уникальный тот же самый проект, о котором мы не единожды говорили, оленеводческая ферма. И еще оставшийся проект находится в стадии реализации, в разной степени готовности. Но все они будут реализованы в любом случае. Накануне Нового года не могу не спросить, а что на столе, праздничном у министра сельского хозяйства? Все мы из Советского Союза, поэтому в любом случае это традиционный набор. Все, что готовили наши бабушки, все, что готовили мамы, это салат оливье, мандарины, обязательно икра. Самое главное, конечно, это не само состояние стола, а те, кто за ним собрался. Поэтому всегда стараюсь провести это в кругу семьи, с детьми, близкими. Если не называть бренды производителей, какие продукты свои, местные, вы любите? Вы и ваша семья. Молочная продукция, кондитерские изделия, колбасные, мясные. То есть максимально широкий круг продуктов, производимых в регионе, мы стараемся. Это не только, скажем так, патриотизм, на самом деле это качественные, хорошие продукты. Что бы вы хотели пожелать туликам накануне Нового года? Ну, в первую очередь, пожелать новогоднего настроения, немножечко не хватает снега, я думаю, это поправимая история. Добра, душевного равновесия, любви, тепла, ну и здоровья близким, всего самого наилучшего. Алексей Степанович, спасибо вам за пожелания, интересную беседу, вам и вашему ведомству в новом году продуктивной работы. Ну а мы отправляемся за продуктами к праздничному столу. В этом году по традиции в продуктовый набор россиян, в их числе и туликов, вошли на горячее, курица, свинина, рыба, на закуске красная икра, солёная рыба, колбасы и мясные деликатесы. Из фруктов цитрусовые, яблоки, бананы, из овощей, огурцы, помидоры, перец. Можно найти от самых обыденных овощей и фруктов до экзотики с других концов света. Таким образом, ваш Новый год, новогодний стол будет такой же щедрый, а это значит, что и грядущий год тоже будет таким же богатым и ярким на впечатление. Если мы берём такой обязательный продукт для новогоднего стола, как мандарины, только его можно найти у нас более восьми видов. И каждый можно попробовать. Таким образом, вы возьмёте уже точно тот мандарин, который будет ваш. То есть, либо сладкий, сочный, либо кисловатый. Любые нюансы и всё для вашего вкуса. Если вас интересуют более экзотические позиции, то такие фрукты, как тамаринт, папайя, гуава, король фруктов мангостин или маракуйя, тоже легко можно найти у нас. И самое главное, также попробовать. А очень интересно, вы можете сделать себе такую фруктовую экзотическую корзину на стол и устроить семьёй квест. То есть, что-то новое для вас. Каждый фрукт, каждый вкус. Такие впечатления. Так как без икры и красной рыбки не обходится практически ни один стол, то очень важно выбрать эти деликатесы правильно. Обращать внимание, в первую очередь, на производителя. Обращать внимание на консистенцию икры. Если лишняя жидкость, нету. По вкусу проверять. Ну, во-первых, баночки стеклянные, либо прозрачная посуда. Либо выбирать в железных банках, но проверенного производителя. Наш народ очень любит икру горбуши в основном, киты. На самом деле, на Новый год выбирают вообще всё. То есть, ну, люди по своему карману, по своему кошельку берут то, что ему больше нравится. Чёрная икра, красная икра, красная рыба, форель, сёмга, белая рыбка, это масляная рыбка. Кто-то готовит стейки на новогодний стол. Опять же, это сёмга, форель. Я люблю стандартно селёдку под шубой. Главное, чтобы селёдка была малосольная, вкусная. А в основном, оливье с крабами. Изначально рецепт оливье был с крабами, с крабовым мясом. Изобилие продуктов в привозе поражает воображение. Всё, что душа пожелает, представлено на отдельных рядах. Фруктовых, овощных, рыбных, сырно-молочных, мясных и многих-многих других. Так что новогодний стол точно будет вкусным. Ну, это, конечно же, свиная шейка, которая идёт также для запекания. На мясо по-французски. На холодильник в основном берут свиные галяшечки, говяжьи галяшечки, хвостики говяжьи. Для салатиков берут говядинку отварить. Это из-за дочек, окорок очень превосходно идёт. Ну, не жирное, всё и постненькое, вкусное парное мяско. Также берут говяжьи язычки, которые их отваривают. Их можно также нарезать. И можно сделать и заливное. Ну, и, конечно же, главное блюдо – это оливье. Оливье делают с мясом, с колбаской. Также можно отварить туда язычок, добавить. Будет очень превосходно и вкусно. У всех рецепты разные. Мы делаем сыры. Очень вкусные. Есть плесенью. Есть козьи сыры. Коровьи сыры. С разными наполнителями. С орехами, с базиликом. Со сливочным вкусом. Просто классическая качёта. Ну, нарезка у нас очень хорошие сыры. Это козьи. Очень насыщенный вкус. Потом таледжи. Ещё сейчас он вызревает. Ну, куда-нибудь в салат можно качёту добавить. Она со сливочным вкусом. Я думаю, очень приятно будет. Халуми для жарки. Две минутки. С одной стороны, две минутки. С другой. Получается готовое блюдо. Корочкой покрывается. Очень вкусно. Ещё будет у нас сыр с белой плесенью. Называется Санмаур. Тоже очень вкусный и интересный. Ещё сыр есть твёрдый ялсберг называется. Тоже очень вкусный. Он сейчас вызревает. Грядущий год – год мышки. Она, как мы знаем, любит сыр. И с нашими сырами, я думаю, мы очень сильно задобрим мышку. И у нас всё будет хорошо. Естественно, самое важное в выборе ингредиентов для праздничного стола – качественные и проверенные продукты. Тульские производители, что может быть лучше? Отличного вам настроения и удачи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова